ВЕГА ПРОТИВ ВИЧИ ГЕМИНГ В принципе, с начала игры ничего не прошло, поэтому не успели мы терять какую-то нить. В любом случае, мы её сейчас быстренько найдём. Естественно, битва пойдёт у нас с самого начала за баунти-руну, потому что для алхимика эта баунти-руна даёт целых 500 монет. Ну и, в принципе, это тот герой, которому выгоднее собирать, не то что выгоднее, а в разы выгоднее собирать баунти-руны вначале, нежели какие-то боевые варианты, потому что он может получить с них невероятное количество золота. Да, каждый раз, находя баунти-руну, он просто ликует. Смотрим, получится ли отжать. Ну да, тут определённо получится. Угадали, куда идти. Спокойно алхимик подходит. Вкачивает монетку. Сейчас забудет, забудет. Я на самом деле видел, как забыл. Причём, это, по-моему, был кто-то как раз из вещей. Алхимик в моей команде и в паблике? Нет, это было... По-моему, сами веганы ESL-ли что-то взяли как-то раз алхимика. Кто-то из наших, короче. И я смотрю, монетка забрана, точнее, руна забрана, монетка вкачана, а у алхимика нет денег. Куда он их потратил, непонятно. Ну, очевидно было, что немножко забыл. Но здесь супер, они уж слишком много играют с этим химиком, чтобы... Ну, даже если немного играешь, то всё равно просто дело в том, что просто можно завтыкать. Ну, вообще, конечно, такой завтык, это лютая тупость. Ну, это да, это 400 монет минус, это дофига. Скоросмейдж помогает суперу вначале, чтобы здесь... Ну да, вот поглощает часть урона. Супер буквально до второго левела стоит так себе. На втором уже стоит хорошо, потому что вкачивается туча. Есть топорик. Ну и СФ, несмотря на то, что у него там будет большое количество душ, будет тяжело здесь как-то совладать с химиком. Топорик всё-таки даёт солидный прирост. Ну и вот она пошла, туча. Да, этот спрей, он, смотри, уже просто как бы на первом левеле минус 4 армора делал. Так, да, залкнёс ещё какой-то побитый, а там, посмотри-ка, соло почти сделал... Щитком, вот та самая комбинация, о которой мы говорили. Да, очень толстая. Это ещё не ночь, как бы, это ещё день. Супер крайне агрессивно играет. Ноуана нормально так надавал. Тангоу, ноуана. Ну и ССС оставили одного, он спокойно здесь получает второй и, в принципе, чувствует себя на этой линии хорошо. Да, вот по поводу армора. На первом левеле сразу 4 армора снимает. Даже для СФ как бы, да, ну 3 арморчика у него есть. Казалось бы, под этим спреем не так страшно должно быть, но, блин, армор уходит в минус. И спрей дамажит больше, чем должен дамажить. Чем дефолтное значение. То есть там получается не 20 в секунду, а там 22 в секунду. Да, где-то так. Короче, неприятно, другими словами. Очень неприятно. И Ауи немаленькая, вот, тяжело против Мика, даже будучи СФом. Но это пока. А потом СФчику, конечно, будет просто. Он даст пару рейзов, убьёт пачку крипов и не будет париться. Самые главные боевые характеристики и, ну, те айтемы, которые, как правило, Shadowfin собирает, они интереснее. Ой-ой-ой, это может быть Фрусблата. Да, это ФБ 100%. Да, ладно. Нет. Ещё и супер отжимает Фрусблата. Да ты что? Ну, это вообще прям вдвойне хорошо. К чём за нижние руны никто не пошёл. И на месте супера сейчас самое время как раз-таки уйти вниз. И забрать ещё и баунти руну. Фёрст Блад, баунти руна. И куча добитых крипов. Но сейчас, правда, супер рискует немного. Да, тычка, 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 хорошо. И рейсы ему дальней даже без рейза справляются. Отлично. Ратом пополняет запас всех их душ. Супер пожадничал. Если бы он просто пошёл вниз, забрал баунти руну, он получил бы ещё 250 монет. Но совершенно непонятно, почему он это сделал. Нет, он хотел. Я думаю, скорее всего, он хотел забрать эту пачку крипов, а потом забрать баунти руну. Потому что баунти руну даёт только золото. Экспорт она не даёт, а её терять не хочется. Но согласен, да. Да, если бы он так, как ты говоришь, то сейчас бы не сидел в таверне. Тулринг себе приобрёл. Гуисай-сайся пингвин, которого я не видел ни разу на самом деле. Хотя... Да, вот он, тот самый. Забавно смотрится. Много у кого есть. Как ты мог не видеть. Вообще, я первый раз вижу. Меня тоже этот вопрос интересовал. Думал, может быть, ещё как-то не сделали. Но нет. Видим, есть. Пингвинчик есть. Да, но здесь по поводу баунти руны, так ещё, точнее, что экспута она даёт, но гораздо меньше. И она не увеличивается в пять раз, как золото. Алхимик кидает тучу. В плене СФ под тучей горит очень больно. Сплинтерблад, Скайрус, Мейджа. Всё, мужика. Пошёл, просто СФ поработил. Не, Сёма на Винтерверни, что-то прям сверх страшное. Он настолько лютый КПД выдаёт, он настакал. Он настакал вот здесь вот. Он вышел, помог СФу убить. Опять же, то, что ФБ СФ отдал, это чисто ошибка на Уана небольшая. Но он выровнял ситуацию. Пришёл, опять же, сделал фраг и, соответственно, ещё улучшил ситуацию. Алхимик снизу руну не стал брать. Оставил её для кого-то. Да, оставил её для Тусика, который сейчас возьмёт эту хосту. А тут интересный момент. Соло-то под тавр хочет зайти. И вроде как можно. СФчик, правда, немного далековато. Это тычка, сразу воет, ещё тычка. Под спреем больновато заходили тычки. Сейчас он вроде не поцелет, он же издом достает. Отличная игра одна, ладно. Сюда уже бежит, отрезает Найт Сталкера, но не попадает по нему. На перегонки, на перегонки. Давай поиграем. Катывается. Бегать, бегать, бегать. Тычка одна. Тычка вторая. Добьёт. Стики есть, одной тычкой не добьёт. Там ещё есть воет. Совать, мансовать, 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 но... Шарды от шардов особо не убежишь. Очень хорошо Таск использует свою руну ускорения. В этот момент Вай перетягивается вниз для того, чтобы получить немножко экспириенса. Да, получается... Вот ты заговорил про Сёму, как раз стоит также напомнить, что у Веги некоторые могли быть проблемы с тем, что Сёма несколько поздно прилетел. Но благо, мейджор европейский, нету такой жёсткой акклиматизации, в принципе, очень... Ну, вообще не чувствуешь нападения Паши. Всё раскастовал абсолютно в SkyRest мейджа. Сайланс, но не помогает это. Паша спокойно за счёт стиков и за счёт, которые зашли под тавер, выживет. 4-2. Пока что Вега смотрится крайне уверенно. Найт Сталкер по Дэйншеллам, правда, Дэйншелл сейчас уже закончится. Сплинтер Бласт. Забрываются под вышку. Вот как надо играть против Фимико. Так его надо, вот этого засранства. Не хватает дэмэджа, пробейте Таск. Накатывается в Шадоу Финда. Не смог его отрезать, но есть фарлус панч. Фарлус панч уже имеется. Ого, вот с Найт Сталкера, походу, в прошлый раз он нормально экспрессорвал. Ай-яй-яй, Пашу порвали. И Сёма, походу, тоже отъедет. Вот это побород событий. Ай-яй-яй, очень серьёзное начало. Ну, здесь стоит поговорить о том, что не то, что даже за Найт Сталкера сорвал экспрессорвал много. Он стоял соло против Эмбер Спирита с самого начала игры. У него не было недостатка в экспрессор. Он чувствовал себя очень хорошо, но фармил себе боттл. И Эмберу пробить каким-то образом Таска было очень тяжело. Поэтому здесь не просто хардлейновый таск. Сайленс на Эмбер Спирита. Вкатывается у него, прорвался панч и Эмбер Спирит практически отъехал. А у него нет ремнантов, у него в кулдауне есть под сейв. Дэмэджа не хватает, чтобы убить Пашу. Ну, на развороте... А, нет, всё-таки решили драться, читаем, связали. И есть фраг. Паша спокойненько уходит. Его там добить не получится, потому что флэмгвард ещё висит. Его даже сбить не получилось. Хорошая игра. На развороте здесь приняли и за Таска получили довольно много. Сёма молодец. Прям везде, где нужно. Сёма отрабатывает. Очень жёстко. Так, а тут у нас маг решил перетянуться в лес. Вешает на себя Эншелл, прожимает инвизик. И пошёл искать, и пошёл искать. Ищет стаки химика. Да, нашёл. Кстати, если бы он эти стаки химика под инвизом заформил, это было бы... Он заформил локрипов. А он уже двух крипов заформил, ещё одного стырил. Этого хочется с руки дать... Да ладно, нет. Всё-таки. Ну, почти всех. В любом случае, для алхимика неважно, там, забрал он больших, маленьких, потому что ему важно было забрать всех для монетки, чтобы она раскачалась и чтобы получить дополнительное золото. Тем временем на Пашу опять нападение. Паша, есть ли ремнон? Опять не отрезает Таск и тут же соло врывается, но... Нет, за Таском лучше не бежать. Саппорт Night Stalker пока что чувствует себя здорово. Имеет четвёртый левел, имеет сапог, грейжиный стик и, в целом, по игре многое сделал. Да, маг возвращается к себе обратно на линию. Сэвчик там заформил крип пасиков. Доволен, что-то там себе несёт. Наверное, кинь. Пауэр 3, да, пауэр 3, да, истики грейжиные. А Сэйсай слегка... Ну, его слегка угомонили. Он уже прям выходил потихоньку из-под контроля. Герокоптер по фарму... Вроде у него всё хорошо, лучше, чем у Эбера. Таск накатывается в ноуана, даёт варлус панч. Раскаст, ТСФ, Куэл, Сиринг Чейнз. Не должны забирать Ася Сайса. Правда, он за счёт стиков за счёт ботла отхиливается. Не догоняет его Паша, но в итоге буквально пару шажков хватает для того, чтобы Флэймгард начинал сжечь. Таск в очередной раз погибает. Да, если бы он свою жизнь чуть-чуть подольше потянул, может быть, даже ещё и выжить бы получилось, там, как-то отрезать. Сёма перетягивается в мид, заряжает бутылку у ноуана. У ноуана топовый крипстат. На втором месте идёт Бёрнинг. Паша Алхимик немного проседает и, как мы видим, вынужден отходить в лес. Ну, просто потому что имеет такую возможность и оставляет саппорту Тунамидия. Да, пока Алхимику деваться особо некуда. Тем более, что у него сторона Дайер. Здесь очень приятно фармить тралов. Они неподалёку, топориком съедаешь и за счёт там спреев сразу две пачки фармишь. И там и там. Сейчас у него ещё эти спауны. Да, големы это вообще супер. А сейчас эти спауны ещё, как бы, появятся. И прям замечательно. Гирич решил вниз полететь. Что там вообще планируется, интересно. Выход на Найт Сталкера. Вот он, стандартный Вард Веге на нижней линии. Они его ставят абсолютно всегда. Но до сих пор далеко не все команды знают о том, что он здесь стоит. Но Бёрнинг, как мы видим, пришёл сюда не гангать, а просто перетягивается и особо не палится. Поэтому нельзя сказать, что Вард отработал. Как-то круто. Падение на Дарк Сира. Магу отрезают проход. Маг не успевает поставить стеклу. Да, Магу пофиг. Решает вообще не ставить. Дарк Сир, как бы, да. У него 7 армора. Сутина ХП. Он бомбил вообще пока этого Айс Айс Айса. Пей меня сколько хочешь, мне плевать. Ну что, Алхимик у нас топовый Нетворс. Но это понятное дело. Привычная ситуация для Алхимика. Есть Сакра Трэлик. Как его не щеми. А он топ-1 по Нетворсу. И в двух смоках есть Винтерскерс. Винтерскерс на Бёрнинга кастуется. Первый Коэл. Сайленс на СФ. Он не успевает дать второй Коэл. Скики Герокоптер очень жёстко раздамаживает Шадоу Финда. Но демэджа не хватает. В итоге Шадоу Финд выживает в Колдем Рейсе. Кони за Скайра Смейджем. Ой-ой-ой, какой ранний Грейв от Финнрира. Очень ранний Грейв. Можно было ещё немножко пожить. Подсейвили немножечко Скайра Смейджа. Паша под Сайленсом. Паша пытается убежать. Здесь уже тиммейты рядом на развороте гейминг. Чиньцами не связало. Залетает в Кинтер Бласт, но не добивает. В итоге все очень побитые, но живые. Ну, за исключением Герокоптера. Только Герокоптер погиб. И... Для ВИЧ и гейминг. Потому что подставились они весьма конкретно. А Алхимик в это время фармит. У него уже наполовину рецепта радианса накопилось. Казалось бы, да что? Ну, лес фармит. Посмотрите, три спауна вот этих. Но... Трёх спаунов он зашибает бешеное бубло. Сейчас, если он что-то стакает и там и там... Ну, смотри, с одной стороны големы, которые распадаются. С другой стороны тролль, который делает еще пару скелетиков себе. Да, смотри, сейчас еще спрей кинет. Оп. Все, агрит на себя одну пачку, вторую пачку и... Пошел. Вот он, вот он Алхимик, ребят. И еще застакал оба спауна. Да, да, да. Фармежечка пошла, фармежечка. Подрубает ульту, бьет крипов. А пока тиммейты вон снизу там что-то планирует. Выход на Найт Сталкера. Соло получает Сайланс. Таск, Варлус, Панч. Соло очень плотный, но вряд ли ему хватит. Да, включает ночь. Пытается, пытается убежать, но нету никаких регенов. Не забирает его. Да, на пихоньку ли ему очень много. И тут, конечно, без вариантов было, к сожалению. Любой сейчас фраг для команды Вичи Гейминг очень хорош, потому что спейс для Алхимика. Но вот сейчас может быть ошибка. В любом случае, Алхимик не сильно потеряет много, потому что он успел купить Радианс. Он уже купил за рецепт Радианса, ему нормально. Ну, он знает, он знает, что его время от времени будут убивать. Он уже вот три смерти имеет. У него откуда-то непонятно откуда два фрага, которые не должны были быть, по идее, да, особенно вот ФБ. Но он эти фраги сделал, эти фраги его нормально протолкнули вперед. У него сейчас 10-й левел, Нетворц выше, чем у СФ, а он только-только Радианс купил, понимаешь? Это же как будет Нетворц теперь расти. Вот сделали они этот фраг на 30 секунд раньше, Алхимик бы потерял деньги, и Радианс у него был бы гораздо позже. Но сейчас он практически ничего не потерял. Единственное, ну, естественно, время. Поставили агрессивный вард Вега, еще один агрессивный вард. Контролирует полностью вражеский лес. Ну и здесь, здесь два варианта. Либо Вич и Гейминг пойдут сами куда-то устраивать движуху, как они делали до этого, и позволят Алхимику фармить. Либо же пытаются как-то аккуратнее играть. Но пока что мы видим, просто выходит вниз. Причем все впятером, даже вместе с Алхимиком. Спокойно может фармить вражеские леса. Он делает это очень быстро и тратит очень мало ресурсов на это. Просто бегает вот так вот, агрит всех крипов, сжигает их. Герокоптер за счет своего левела, за счет ультимейта и рокет-баража, может спокойно раться. У него есть еще манго. Манго, на всякий случай, если маны не хватит, хотя маны ему должно хватить. В итоге нижнюю вышку Вега просто отдают, нападают на мид, но здесь готовы Вичи Гейминг. Я бы не сказал, что принимать, скорее просто немножко потянуть время хотят. Кастуется ультимейт Дазла. Минус все крипы. Ну и спокойно разбираются с вышкой. Да, действительно, просто потянули времени, более того. И по-моему, для Алхимик Пейс особо открыть не удается. Здесь еще такая проблема, что помимо Алхимика есть герокоптер, и на котором играет Бернинг, которому тоже нужно бы пофармить. Получается, для двух героев нужно пространство освободить, а это не так просто. Ну да. В общей сложности по графикам у нас разница даже пока в пользу Веги, как ни странно, они лизируют. Они сломали две вышки только что, а Вичи не сломали ни одной. И вот они как раз на графиках видны, эти две вышки. Так, ну и вниз перетянулись Вичи Гейминг, сюда также перетянулись Вега, и будет, ну, вряд ли будет драка, если Вичи нападут, то для них это хорошим не кончится, разве что только под Тауэром. Надо это реализовывать. Супер продолжает просто фармить, здесь маг тоже пока фармит. Ну а Вега так робкими шагами движется в сторону Тауэра, но решили все-таки отойти. Хорошая комбинация для того, чтобы драться в таком узком проходе под Тауэром у Вичи Гейминга, лучше на них не лезть. Тем более видят, что Алхимик в этот момент фармит, и если еще не дай бог проиграть драку, то ты проиграешь вдвойне. Алхимику забанили большой спаун, он теперь не может получать отсюда поп, и нужно по-хорошему разбанить. Потому что помимо того, что этот спаун банится, он еще и вижена много дает в арт. Ну да, пройтись с лишниками было бы неплохо по своему лесу. Ну вот Вичи возвращаются к тому варианту, то есть они вчетвером выходят на низ, имитируют такую легкую агрессию, пытаются как-то врага сюда стянуть. Естественно, получается, потому что хотя бы ХПУ хочется получать с этого лайна, в то время как остальные герои входят. Но задача выполнена для Алхимика, его никто не трогает. Он пока что весьма доволен. Да, СФчик фармит себе аншентов, Алхимик себе делал травела. И я думаю, что здесь будет просто гонка вооружений. Веге не надо сильно торопиться, у них тоже очень сильный лейт. Понятное дело, что Вичи Гейминг, если сейчас их не трогать, они в этот лейт выйдут гораздо быстрее, так как у них Алхимик. Но на своем хайграунде, я думаю, что скорее всего, как раз таки может получиться так, что веге придется дайвить на самом хайграунде, если игра будет длиться в этом же русле. Они очень сильны. У них вакуумы всякие, вот этот ульт Виктор Виверны в комбинацию, СФчик там тоже со своим раскастом. И все это для дефа хайграунда очень хорошо. Но пока еще рано об этом говорить, потому что тут даже еще линейка Т1 ТВРОВ целая. Очень вялая такая аккуратная игра. Сейчас разбивают смок, заходят во вражеский лес, пытаются все еще оставить пространство до Алхимика. Вся проблема в Алхимике, ну, фармит он по-любому быстрее, если у него столько же места, столько же пространства. И как мы видим, выходят на Найт Сталкера. Наступает день, Найт Сталкер включает ночь, но очень жестко ему раздает. Пошел ультимейт Гирокоптера, минус Соло Сема. Не стал кастовать ультимейт, но он здесь абсолютно один. Более того, это все, ребята, Мбер Спириус наглая игра. Очень много урона тоже так же очень быстро наносит. Разорвал Дазл, разорвал Гирокоптер. Здесь также стрял у нас F1, его тоже буду гонять. Не должны отпустить, хотя, не, 5 секунд до Ремнентов, и эти 5 секунд станут последние. Даже нет. Ты че есть? Слишком быстрый Шадо Финн с Яшей, явно не убежать с Кайрес Мейджор. С Энджин Яшу 0.1 готово. И в итоге, из-за того, что и Алхимик еще перетянулся вниз, получается категорическая ситуация для Вичи Гейминг, они не смогли выиграть драку, и они не смогли своего Алхимика подфармить. Паша крайне нагло играет. А че бояться-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что вообще сейчас произошло с этим? Алхимика просто порвало. А че бояться-то просто идет дальше. Айсайсайс, Сноубол, но живет последние пару секунд. Айсайсайса добивают. Это минус 2. Дрир получает Саунс, получает урну. Соло пошел дальше. Нет, нужно развернуться. Ну, о чем и речь? О том, что Алхимик купил себе Родиан Стравала, это просто 7 тысяч в артефакты, которые не дают тебе возможности раться. Вега, не уступая при этом Панетворсу, имеет такие же показатели. Купили барабаны, вот сейчас Яша, Санжин Яша, арты, которые дают гораздо больше. И еще каждый герой купил, ну вот у Соло мы видим накидка, у Винтера Верна накидка. Они очень много дают, опять же, тебе. Да, полностью согласен. Так оно и есть. То есть, стратегию свою Вичи Гейминг должны были гнуть еще буквально минут 15 минимум, ну хотя бы ладно, 10 хотя бы минут. Должен был до конца идти фармить себе Химик вот эти ближайшие 10 минут, а уже потом либо запаковывать тиммейтов, либо просто воевать и пытаться что-то делать. Ну вот как-то не получается Алхимику занять там свой лес или весь вражеский. Ну, что-то сделать, чтобы фармил он больше, чем враги. Он нормально, по сути, фармил. Он фармил вот эти вот спауны, плюс лайн постоянно вот этот фармил. Ему было вполне неплохо, он опережал всех по натворцу. Это просто сейчас он потратил время, пришел вниз, умер, нафидил и... Тоже большой вопрос, зачем пришел вниз. Эмберспирит фармит манту, не жадный билд с БФом. Да и БФ здесь, в принципе, не так уж сильно ему нужен. С мантой нормально будет фармиться. Плюс ко всему, Сайлент Скайрос Мейджи слишком критичный. Критичный спелл. Да, крайне неприятный, поэтому здесь можно... И ты видел же, как с фистов-то влетело этому бедняге Алхимику, потому что он был под Аурой СФ, а Аурой СФ уже промакшена, а у Алхимиков всего 4 армора. Да, то есть уже в минус двушечка, а учитывая, что у него фул запас ХП там 950, то регенерация, это, конечно, круто, но когда ты с одного удара падаешь, это так себе. Ригенчик не спасает. Ну и зажатый у нас Вич и Гейминг на базе, практически ничего не могут они сделать, им еще и за счет ремнентов вот так вот подсвечивают, за счет иллюзий, вернее сказать, подсвечивает Паша вражеский лес, снизу линия пропушена. И вообще все плохо по артефактам за 19 минут на Сен-Джа. Это, конечно... Отстает от Эмбера. Да. Ну, вообще, конечно, Геррокоптер даже, несмотря на вот эту всю ситуацию, все же выглядит неплохо как герой, да, у него там слабости мощные, но отстает он довольно-таки плотно. Может еще выкрутиться, но это тяжело сделать с Алхимиком. Смок покупает сам Бернинг. Сан-Джин, Яша, Смок, и сейчас куда-то пойдут, скорее всего. Ну, когда у тебя кэри покупают смоки. Это интересно вообще. Почему бы и нет? Ну, 100 галты, господи, это вообще, ну, никак на игре не отражается. Нужно побыстрее Мекку, у Даззла вообще денег нет, у Скайрос Мэйджа также денег мало. Геррокоптеру действительно проще. И в пятером пошли в Смок. По-моему, уже легкой отчаянной, потому что если сейчас они плохо выйдут в этот Смок, ничего не фармят абсолютно. Супер смотрит на этих кремов, я все-таки не выдержал. Хочется ему Радиком поджечь, находят Найт Сталкера в очередной раз, Колден Брейс, Винтер Виверна, Винтер Скёрс, ВСАйсайс, раскастовывается у нас Скайрос Мэйдж, ульт Геррокоптера отдадут только Тобла. И то, если отдадут, Соло убегает на полной скорости, захиливается Меккой, и в итоге Смок пятером, не забирают никого, оказываются в чудовищной экономической ситуации, когда вы потратили кучу времени впустую, и сейчас нужно забрать хоть что-то. Хотя бы эту вышку, это будет... Ну, более-менее. В то время, как у Веги, Паша фармил всё это время топ, но Уан фармил Лэншентов, и ещё Мид подфармливали. Да, Вич и Гейминг, честно говоря, по-моему, вообще не знают, что им делать в такой ситуации. Не были они готовы. Телепорт от Найт Сталкера отменяет. Да, но выиграл немного времени. На самом деле потерял 75 голды. Ну, вот такое. Не сильно страшно. Ну, окей, хорошо. Таким вот образом решили всё-таки выкрутиться Вич и Гейминг, забрали всё-таки Тауэр. Алхимик всё это время фармил, как ни крути, да? То есть эти вчера напали, почти убили, но не убили. Но Алхимик-то всё равно фармил. Так что плюсы всё равно для Вич и Гейминг здесь имеются. Он уже, наконец-таки, обратно догоняет Панетворсу СФа. Необычная ситуация, что Алхимик идёт вровень. Обычно он хотя бы на пару тысяч опережает, и при этом всё равно ему тяжело драться. Но пока что идёт вровень. Посмотрим, может быть... Ну, здесь одна какая-нибудь хорошая драка может для Вич и Гейминг слишком много изменить, потому что скорость фарма огромная. Дарксир покупает Грейвзы. Теперь ему Сайланс не страшен. Теда с Мейджа Манта есть у Эмбер Спирита. Ему также это не страшно. СФу вообще ничего не страшно, у него БКБ. И Найт Сталкер выходит в Глиммер. Решили подконтрить Скайра с Мейджа полностью, потому что Глиммер у Найт Сталкера уже есть, у Верны тоже будет. Цепляют Ася Сайса. Мейки всё ещё нет. А Мекку хочется. Супер ранний Грейв. Да, ну и Ася Сайс здесь погибает. Тянет немножечко времени. Тем временем Эмбер Спирит вместе с Найт Сталкером пошли дальше за Фенриром. Забирают ещё и Фенрира. В итоге минус 2 заходит сразу же на Рошана. Вот не могут отдать одного героя Вич и Гейминг. Отдали бы сейчас Саска полбеды. Да, ведь и Грейв в любом случае бы никак не спас. Там найдётся, чем сбить этот ТП. Надеялся, что будет Грейв ТП аут, но понятное дело, что не всё так просто и не всё так легко. Ну на такой стадии не дадут уже слишком много спилов. Тут же после Рошана разбивается Смоук, выход на мид. Паша уже вовсю пушит мид, ничего не боится. Забрать его крайне тяжело. А и Вега идут дальше. 7500 преимущества по золоту у них. 12000 по ХП. Забирают Тиро-двовушку в миде и пойдут, возможно, на Тир-3. А, Паша отступает назад. Ну, Паша Ревнон закинул, он недалеко отступает, он сейчас вернётся, захиляется, да вернётся. А и Кисный Сэфи, да, так и есть. Это единственный герой, который сейчас может бить Тавер. Эмбер Спирит очень тяжело. В этом, наверное, самая тяжелая ситуация. Паша идет дальше. Поймает Сайлендс, Манты, Манты, надо сбивать этот Сайлендс, сбивает. Хорошо, Поймает Сайлда, порвали его на части. Герокоптер, кулдаун бы закинуть, чтобы хотя бы как-то поддефить. Иллюзии на себя агрит. Такое ощущение, что не успевают просто реагировать Вич и Гейминг на передвижение Веги. Вега, как только видит какой-то, даже самый маленький шанс, тут же заходит, тут не убивают. Да, тут элементарно, только сейчас вешается спрей, при том, что Тауэр долго падал и желательно было бы, ой-ой-ой, больно, но уан, ну, у него есть БКБ, Аегис ему вообще пофиг, даже если погибнет. Просто за счет Глимера спасается и сразу же идет в атаку. Сплинтер Бласт, БКБ провестил, но не страшно, опять же, есть Аегис. И в любом случае Барак сейчас упадет. Задейте его уже здесь нереально. Да, и сразу надо отступать ребятам из Вега. Здесь они, конечно, трон не сломают, как это было буквально недавно. Даже второй решили не доламывать, потому что милишный на 25-й минуте вполне достойный, учитывая, что несколько прагов сделали. Но Алхимик продолжает терпеть пока что. Супер взял себе Виталити Бустер, чтобы хоть чуть-чуть побольше хп иметь, 1300 теперь у него, но боец из него все еще никакой. У Бернинга нету Блокинг Бара, из него также боец довольно печальный. А, Супер уже Манту взял. Ну, вот так вот неплохо он набирает. Проблема в том, что даже с Мантой боец из него такой себе против того, что сейчас есть у Веги. Дарксир с блинком Грейвзамия 13-го левела, Найт Сталкер с Глиммером, который сейвит против Скайрос Мейджа слишком жестко. Ну, есть у Скайрос Мейджа наносят много урона, но под Глиммер Кейпом он наносит... Да, под Глиммер Кейпом ничего он там почти не наносит. Почти ничего. Это артефакт, который контрит героя чуть ли не полностью. Учитывая, что его Сайланс тоже так себе работает. У Виверны также появился Глиммер. Ну, теперь два Глиммера. Волк у Нуана с Доминатора и потихоньку уже выходит какой-то Баттерфлей. А если Сайст крипов заблочил что-то? Пускает их. Самое время. Сейчас бы подблочить крипов на 25-й минуте игры, когда у тебя уже барака одного нет. Так, а Паша продолжает все-таки нападать. Здесь же на него Сайланс сразу прожимает манту. Паша не вообще какой-то неукротимый разрыв тотальный сенетрация. Мне вспоминается International где была даже статистика что европейские команды с Эмберспиритом не выигрывают практически ничего. Азиатские выигрывают почти все. Но Эмберспирит Паша он на уровне. Или даже выше. 7-0-8 и беспощадно. Ой, Алхимик сейчас он себя забашит. Да, так и есть. И его надо сразу же вместить, конечно же. Его надо сразу вместить. У него будет байбэк. Здесь Виттер Тёррот очень хорошо заходит. Бернингов тоже порвало. Байбэк это супер. Ну а толку от этого. Толку. У него ульта в КД. 7 секунд еще. А база падает. В течение этих 7 секунд всего падет. Банка залетает. Сайлент не залетает. А, даже так, да? Манны за доджил. Молодец. Ну, неважно. Залетает, не залетает. Тут все вичи залетают, пока Fy отвалился. Еще одна баночка накручивается. Сайлент опять. Вот не успевает. Соло заюзает. Банка вылетела. Барспирит прокатывается. Фистами здесь. Пируэт совершает Паша. Ну, в общем, был победный такой пируэт. Забирают супера после байбэка. Гудгейм пишут Вичи гейминг. Не побоюсь этого слова, но изи. Очень легко Вега. С самого начала. Даже не сказать легко, но с огромным преимуществом. С самого начала игры, если не считать подфит от Ноуана, полный контроль игровой ситуации от Веги. Да, Сёма был шикарен. Можно сказать, что Сёма просто на Винтер Виверне это что-то неистовое. Если не банить Винтер Виверне, то Сёма не простит. Паша был также великолепен. Ноуан под началу первый момент он слегка подфидел, зато потом от этой пощечины он начал играть в три раза, собранный и все сделал четко. Вообще Вега молодец.